Всем привет! С вами Илья Афанасьев. Это видео предназначено для участников курса по обработке фотографий. И сегодня мы рассмотрим, как обработать один файл. Я буду стараться показать все инструменты, которые присутствуют в системе Lightroom. И тот файл, который мы будем обрабатывать, не факт, что станет от этого лучше. Так что прошу прощения. Если что, смотрите мои другие видео по обработке пейзажа. Сейчас у нас важная задача понять, как настроить Lightroom. И в какой очередности использовать инструменты при обработке пейзажа. Итак, начнем. Когда вы запускаете Lightroom, он может быть не настроен. То есть, если вы это делаете особенно в первый раз. Какие моменты нужно сразу же подкрутить? То есть, первое, это то, что вот эти панельки, которые отсюда выпадают, нужно их ограничить, чтобы они выпадали не при приближении мышки к ним, а ручной. Видите, я на каждом из четырех углов, точнее из четырех сторон, на эти треугольнички нажимаю и указываю, чтобы здесь стоял мануал. Он у меня уже установлен, просто показываю, в каких местах это находится. Это нужно сделать как в разделе Library, так и в разделе Develop. В Develop верхняя и нижняя панель сохраняются, а левую и правую также нужно настроить. Здесь и здесь. Следующий аспект по настройке Lightroom. Нужно зайти в предпочтение, ну или в preference по-английски. Я, кстати, не предупредил, у нас будет полностью англоязычный интерфейс. И я всем советую работать в англоязычном интерфейсе. Если вдруг у вас русскоязычный, вот здесь вот при открытке предпочтений, закладке предпочтений, выберите язык English. Вот, и после этого выйдите и еще раз запустите Lightroom. Таким образом у вас он перезапустится уже с англоязычным интерфейсом. Значит, какие разделы здесь нужно, точнее, какие пункты нужно отметить. Нужно обязательно убрать Show Import Divac when a memory card is detected. Вот, в принципе, можно снять галочку вот с этого раздела, чтобы потом у вас не возникло сложностей. Непонимания, куда же подевались все ваши файлы. Так, графический процессор используем. Так, ну, по-моему, здесь особо больше ничего настраивать нам не нужно. Окей. А, ну еще вот людей возникает вопрос, как вот можно настроить панельку и что здесь можно написать, логотип поставить. Это делается в Identity Plate Setup. Вот, заходите сюда, можете прямо ручками написать, поставить шрифт какой-то, можно поставить картинку. В принципе, здесь все вот эти вот возможности. Также, если вы не настраивали Lightroom, я вам советую зайти во View Options. И вот здесь настроить то, как, ну, в смысле, сделать такие же настройки, как сейчас у вас видно на экране. То есть, это Expanded Cells. Это в первую очередь нужно поставить. После этого здесь Include Color Label включить. А также, вот во всех вот этих четырех окнах указать следующие разделы. Именно File Name, Capture Data Time, Common Photo Settings и None. Таким образом, у вас каждое изображение, вот сейчас поближе сделаю, это вы видите. Вот здесь будет полностью вся необходимая информация для того, чтобы в будущем с ней работать. Чтобы вам было легко ориентироваться по этому видео, я постоянно буду заходить, отмечать те пункты, которые мы уже прошли. Также под видео вы увидите ссылку на те части видео, которые соответствуют конкретному пункту, конкретному разделу. То есть, там напротив стоит время, когда мы точно начинаем работать с тем или иным разделом. Итак, следующий пункт, это настройка значений по умолчанию. Давайте сначала загрузим все-таки наш файл. Как это делается? Наиболее легким способом просто можем это сделать, перетаскивая готовый файл на панель Vibre. И здесь, обращая ваше внимание на установку Minimal Build Previews. И сейчас, для того, чтобы обнулить все настройки, я выбрал Lightroom General Preset ZeroWid. В принципе, все остальное стоит по местам, как и обычно. Файл добавляется в базу данных. Он никуда не перемещается. Просто информация о том, где он лежит, появляется в базе данных. Так, следующий момент. Значит, мы сейчас вместе с вами попробуем установить те настройки, которые нам нужны будут при редактировании каждого файла. То есть, чтобы каждый раз не заходить и не указывать вот эти вот разделы, я сейчас вам покажу, в каких местах на самом деле есть смысл сразу забить определенные числа, поставить определенные установки, чтобы в будущем к этому не возвращаться и не делать это для каждого отдельного файла. Сейчас, как вы видите, я еще немножко поднастраиваю Lightroom, то есть сворачиваю все панельки вот этими треугольничками, чтобы вы точно видели, в какой из разделов мы попадаем. Итак, раздел Detail. Здесь мы сверху вниз, начиная с шарпенинга, вот вниз все ячейки забиваем, такие цифры. 100. Видите, многие забивают сразу по умолчанию, единичка сразу возникла. Единичка 40, 80. Здесь поставим 25. И в Color поставим 25. Вот такие вот значения мы установим в Detail. Теперь в Lens Correction давайте включим вот в разделе Profile, Remove Chromatic Abration, Neighbor Profile Correction, выберем объектив, на который это было снято. Как это делается, выбирается сначала марка объектива, а потом выбирается сам по себе объектив из списка, который здесь появляется. Наверняка вы знаете, что Distortion я очень не люблю использовать для настроек по умолчанию, поэтому Distortion на нуле, на нуле и единитирование на сотне. В Camera Calibrations, в принципе, я все сохраняю по умолчанию, но, как видите, здесь у меня сейчас стоит не Adobe Standard, а камера Portrait. Я поэтому выставляю Adobe Standard, таким образом, все вот эти вот три раздела, которые здесь отмечены, все их три я сейчас выставил правильным образом. Теперь, чтобы сохранить вот эти вот настройки для всех последующих файлов, нажимаем кнопочку Alt и удерживаем ее. И вот здесь, видите, вместо ресета у нас появляется кнопка Set Default. Кликаем на нее, и нам выпадает меню, что для Nikon D800E у нас сейчас будут установлены эти настройки для всех последующих кадров, снятых на Nikon D800E. Понятно, что если у вас несколько камер, то для каждой из них нужно загрузить, вот каждый, для каждой камеры нужно загрузить файл, снятый на эту камеру, и провести вот эту вот операцию по настройке значения по умолчанию. Ну, в принципе, все, мы готовы к обработке фотографии. Единственное, что мне мешает немножко вот эта вот полоска, нажав кнопки Ctrl-A, я ее легко убираю. Либо это можно сделать через View Options, и находясь вот здесь вот, вот можно Show Info Overlay, таким образом, ее отключить. При обработке фотографии очень важно следовать определенному алгоритму. И давайте сейчас как раз это все и будем делать. Первым делом открываем раздел Basic и выставляем необходимый баланс белого. На самом деле, баланс белого можно поставить разным способом, вручную, выбрав некоторые из этих разделов. Я чуть позже, наверное, в другом уроке расскажу, как наиболее удачно можно это делать. У меня в предыдущих уроках есть, просто эта фотография не совсем подходит для тренировки по балансу белого. Следующий момент после баланса белого, это камера Calibration, профиль камеры. Прежде чем мы туда перейдем, я бы хотел поднять экспозицию фотографии так, чтобы было видно вообще все детали более-менее. И уже после этого только работать с камерой Calibration. Для пейзажев, как правило, наиболее удачным выбором является профиль камера Landscape. Но иногда есть смысл все-таки покликать на какие-то другие разделы, посмотреть и как будет изменяться фотография, когда вы будете их выбирать. Камера Landscape всегда значительно более контрастный профиль, но всегда дает более удачный цвет неба. И, как правило, содержит более чистые оттенки. Поэтому я часто выбираю только именно его, даже не пробуя других профилей именно для пейзажа. А вообще я пользуюсь Adobe Standard, Camera Landscape, получается, Camera Portrait, Camera Standard. То есть другими разделами, другими профилями я не пользуюсь. Итак, второй пункт, который мы прошли, это камера Calibration, профиль камеры. В принципе, в Camera Calibration можно также подергать бегунки по цветам, и это на самом деле тоже бывает важно. Что делают эти бегунки? Допустим, красные оттенки, вот здесь, если я, точнее, красный бегунок Saturation, я, снижая вниз, уменьшаю количество переходов в красных тонах. Вообще, в целом, фотография становится более серой, и поэтому я компенсирую вот эту, как сказать, пропажу цвета поднятием бегунков других цветов. Нужно, чтобы все это было достаточно красиво, поэтому можно посмотреть до, после, включая, выключая в целом раздел Camera Calibration. Гармонизация оттенков. Гармонизация оттенков, чтобы начать, необходимо сначала снизить контраст в целом на фотографии. Как это делается? В разделе Basic мы сейчас с вами опустим контраст на 0. После этого мы еще дополнительно снизим его, подняв чуть-чуть точку черного и опустив точку белого. Вот, и вот только после этого мы перейдем в раздел HSL, где у нас есть три закладки Hue, Saturation и Luminance, и будем с помощью этих закладок гармонизировать оттенки. Ну, например, сейчас мы могли бы несколько изменить зеленые оттенки и привести их немножко в более синие, холодные тона. Давайте посмотрим, что еще. Ну, мне очень не нравится вот этот вот ржина. Давайте попробуем ее несколько подкорректировать, то есть привести либо ее немножко в более красные тона, либо наоборот, ввести ее больше в теплые. Ну, в холодные она становится более ядовитой такой. На самом деле, конечно, сложная. Давайте попробуем все-таки ближе к холодным, но по насыщенности попробуем эту штучку несколько снизить. Чтобы она не так сильно выделялась. С другой стороны, конечно, вот этот вот красный тон на горах, он также уходит. Нужно понимать, что двигая один бегунок, ты влияешь не только на локальный этот цвет, но и в целом на другие объекты такого же цвета на всей фотографии. Ну, в принципе, еще можно несколько поменять контраст. Давайте посмотрим, как это можно было бы сделать. Смотрите, вот я, занижая бегунок красного цвета, несколько проявляю детали в горах вот здесь вот, да? Вот, чтобы это несколько компенсировать, допустим, немножко попробую приподнять бегунок в желтого цвета. Посмотрим теперь до-после. 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 Ну, в целом мне нравится. Единственное, что немножко такой сероватый синий на горах. Давайте попробуем его немножко повысить. То есть, вот эти вот горки я бы сделал чуть более синими на переднем плане, а на заднем наоборот. Несколько бы снизилось насыщенность, да? То есть, вот так вот растягивая бегунки в две разных стороны, мы находим необходимое сочетание. Вот. И также мне не исключает цвет неба. Давайте, кстати, посмотрим, что у меня там появились вот такие фиолетовые облака. В какой момент, да, они возникли. В принципе, я теперь сейчас вот смотрю на фотографии, понимаю, что они изначально были такими. Просто закатное солнце, оно все-таки подсвечивает эти облака. Они стали более заметны в результате обработки. И мы сейчас их увидели. Итак, следующий пункт – это гармонизация оттенков. Мы сейчас более-менее добились, добились более-менее хорошего результата. Следующий – баланс контраста. Ну, прежде всего, стоит поднять контраст на какую-то позицию, более-менее приемлемую для этой фотографии. Только после этого и использовать другие бегунки. Какие бегунки стоит использовать? Хайвайцы, когда мы снижаем, мы, соответственно, сразу же получаем детали в небе и в облаках. На самом деле, для большинства пейзажей я снимаю хайвайцы. Но сейчас уже солнце практически село, и поэтому хайвайцы минус 100, наверное, не очень было бы красиво. Да и облаков, в принципе, этих перестей красивых нет на этой фотографии. Чедусы, наоборот, поднимают тени. То есть, показывают детали в объектах, которые по яркости очень темную. Вот я для чего открыл еще навигатор, чтобы здесь видеть в целом состояние фотографии. Дело в том, что если слишком сильно поднять тени, то фотография перестанет быть объемной. На самом деле, здесь очень важна как тональная перспектива, то есть, вот эти переходы между цветами от красного, от зеленого к синему, так и контрастная. То есть, на самом деле, мы должны видеть все равно передний план, чтобы он был достаточно таким темным и отличался от последующих планов. Поэтому, сейчас, переключив на black and white, я убедился в том, что на самом деле он до сих пор еще темнее, чем сзади стоящие горы. Так, ползунки white and black на самом деле стоило бы трогать с самого начала. Сейчас покажу, в чем их фишка. Давайте сначала отключим кривую, потому что она у нас не дает нам возможности увидеть полностью фотографию. И вот смотрите, сейчас я, когда право двигаю white, у меня инстаграмма приближается к правому краю. А если я буду двигать black, то, соответственно, у меня точка черного, то есть, темные фишки будут приближаться к левому краю. Отдельно, более подробно про гистограмму мы говорим на курсах по обработке, поэтому сейчас я не буду в эти детали вникать. Но все-таки скажу, что самое главное, это добиться того, чтобы все пики были более-менее распространены по всей длительности, по всей ширине гистограммы. Но, конечно, когда мы включаем корректировку по поднятию точки черного и по опусканию точки белого, у нас появляются здесь отступы. Это делается сознательно и, может быть, сейчас самое время поговорить про фрибуру. Фрибура используется уже после того, как у нас вырублены все highlights, shadows, white and black. И мы просто можем самые главные объекты, которые нам кажутся либо слишком темными, либо слишком светлыми, несколько поправить. Этой штучкой желательно пользоваться, как сказать, один раз за обработку. То есть мы берем пипетку, кликаем на тот объект, который нам интереснее, мы понимаем, что мы хотим с ними делать. Например, сделать его несколько светлее. И вот мы начинаем его тянуть наверх. Не так сильно. А вот здесь, допустим, в этой точке мы хотим сделать все-таки больше контраст. Соответственно, мы утягиваем эту точку вниз. Таким образом мы создаем контраст именно вот в этой части, там, где гора совпадает у нас со вторым планом. Вот, сейчас я немножко подрегулирую, чтобы не было пересвета. Еще раз посмотрим до, после. И я вижу, что в результате у нас слишком светится все-таки гора, поэтому highlights давайте с самой низу введу, чтобы у нас была там максимальная детализация на этой горе. Ну, наверное, все то, что касается кривой. Так, баланс контраста, получается, мы сделали не только с помощью Basic, но и с помощью ToneCore. Да, здесь так называется оно. Вот, и будем двигаться дальше. Details и Noise. Давайте посмотрим. Закрываем все разделы, чтобы они нам не мешали. Detail. Значит, здесь есть у нас Sharpening и Noise Reduction. Sharpening у нас стоит 1140, мы их выставили. Давайте попробуем подвигать эти бегунки. Желательно их двигать, видите, с нажатой кнопочкой Alt. Alt нажимаем. И когда начинаем двигать детали, Details, вот этот бегунок, мы видим, насколько действительно проявляются детали в нашем изображении. А Sharpening позволяет нам определить количество этих деталей, то есть определить количество деталей и, наоборот, с темным, черным отметить те зоны, которых вот это повышение четкости вообще не затронет. Ну, вот конкретно для этой фотографии, я думаю, что будет хорошо вот такое сочетание, да? То есть нужно следить еще финально за всем изображением. Можно посмотреть, опять же, на до-после. И будьте готовы, что на медленных компьютерах отображение после включения-выключения этого бегунка занимает какое-то определенное время. Ну, и с Reduction, давайте посмотрим на шумы. Вот видите, вот здесь вот изначально, если даже вот выключить, можно увидеть действительно зеленые и красные точки. Но после того, как мы включаем инструмент Detail полностью, мы видим, как эти точки исчезают. И это происходит благодаря установкам, которые мы уже по умолчанию здесь выставили, но мы можем их подвигать, если мы видим, что этого недостаточно. Конечно, бегунок Luminant, получается, влияет на вот этот вот, получается, зернистость, а Color, он будет влиять на как раз вот эти вот цветовые пятна. И таким образом, передвигая эти бегунки, мы можем найти идеальное сочетание для каждой конкретной фотографии. Я сейчас вот кликну на фотографию, она у меня приблизилась, чтобы вернуться назад. Я могу еще раз на нее кликнуть. Либо, кстати, вот здесь вот в навигаторе я могу выбирать любой формат приближения и, в конце концов, выходить либо на Fit, либо на Fill. То есть, любой масштаб, который мне удобен для дальнейшей работы. Итак, раздел Detail у нас пройден. Идем к следующему пункту Lens Correction. Lens Correction на этой фотографии вряд ли мы будем что-то менять. Дело в том, что здесь нету кадрового света, соответственно, нету никаких у нас здесь аберраций. Но, может быть, сейчас давайте посмотрим. Ну да, кстати, вот при настройке по умолчанию, чтобы было бы здесь добавить вот эти вот цифры 3 и 3. Чтобы вообще, в принципе, статья аберраций возникает, чтобы они на самом деле сами исчезали. Ну, все, наверное, да. Нет, здесь нам ничего не нужно менять. Но можно гипотетически посмотреть, как будет меняться фотография благодаря тому, что будет включаться Distortion. И, как я на всех своих вебинарах, мастер-классах, курсах говорю, Distortion имеет смысл включать только там, где у вас есть какие-то прямоугольные, точнее, не прямоугольные, какие-то правильные фигуры. Например, на городском пейзаже, там, где есть здания, какие-то другие элементы. На самом деле, там Distortion может вам помочь. В любом другом случае, даже при фотографировании человека, Distortion лучше оставлять на нуле. Так, еще один важный момент. У нас вот здесь вот остался пункт от обучения по фотошопу. Это изменение горизонта. Здесь такого прямо конкретного пункта, точнее, здесь есть линейка, но она находится немножко в другом месте. То есть, здесь связаны кадрирование и выделение горизонта. Смотрите, если бы вдруг у нас была фотография, фотографии был неправильный горизонт, мы могли бы взять вот эту вот линеечку и, проведя по горизонту, по линии горизонта, вот, допустим, как-то вот так вот, да, вот, мы бы получили предложение поправить, точнее, повернуть изображение таким образом, чтобы эта линия стала горизонтальной нашему экрану. Так вот, в принципе, это возможно использовать вот в этом разделе «Crop and Straighten». Вот, сюда мы выходим благодаря кликанию, вот, ну, в смысле, через кликание вот этого квадратика, то есть, этого прямоугольника, нарисован пухтедной линии. Либо, нажав на кнопочку «R». Ну, вот, в общем-то, и все. Мы можем дальше двигаться. Это какие-то базовые настройки, то есть, то, что нужно делать для любой фотографии. Мы с вами прошли и будем двигаться дальше. Дальше сейчас мы, наверное, поговорим с вами о том, как стилизовать фотографию и что можно было бы с ней делать, если, ну, не, как сказать, стилизовать, а как бы более продвинуто ее дальше обрабатывать. При продвинутой обработке бывает необходимо удалить те или иные объекты. Ну, предположим, что вот здесь вот на переднем плане нам не нравятся вот эти белые точки, как будто бы они нас отвлекают от просмотра изображения. Убираются это следующим образом. Выбирается инструмент под «Removeл» или кнопочка «Горячая Q». Выбирается размер кисти благодаря кнопкам клавиатуре «Квадратные скобки». И обязательно нужно проследить, чтобы стояла английская раскладка клавиатуры. После этого мы можем кликать на те объекты, которые нам не нужны, и даже мы можем на какие-то объекты выделить благодаря рисованию прям непосредственно на фотографии. И тогда у нас перенесется целый кусок фотографии. После того, как у нас определено место, которое мы хотим, скажем так, изменить, то есть то место, где находится нам не нужный объект, Lightroom автоматически предлагает нам вариант для изменения. И после этого мы могли бы вот этот sample, этот вариант, мы могли бы переносить и показывать, что мы хотим это место заполнить совсем другой вещью. Обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что я перемещаю и беру разные вещи, все равно здесь все более-менее совпадает и красиво вписывается. Это происходит благодаря тому, что включен режим «Heal». То есть это получается лечение. Если бы стоял режим «Clone», то он бы один в один переносил те объекты, которые находятся действительно на месте, откуда мы берем sample. Я еще хочу важную вещь сказать, что для некоторых, как сказать, удаление некоторых вещей более подходит раздел «Heal». Это там, где объекты находятся, ну как бы в воздухе висят, то есть не прилежат или как бы не касаются краем никаких других объектов. А для тех объектов, которые все-таки находятся рядом с краем, либо находятся совсем близко к какими-то другими важными объектами, все-таки больше подходит режим «Heal». Вот таким образом мы можем убирать ненужные объекты с фотографии. На этой фотографии ничего такого не было, но все-таки нам удалось этот инструмент рассмотреть. Локальная гармонизация оттенков. На самом деле, ну как бы доведение фотографии непосредственно, скажем так, к финальному результату в рамках программы «Вайтрум» мне не очень нравится. Почему? Потому что здесь отсутствуют инструменты типа как маска. Ну в смысле они есть, но они очень здесь куцые и неудобные. Значительно это удобнее делать все-таки в фотошопе. И тем не менее, так как мы договорились, что мы все сделаем в «Вайтруме», давайте я вам покажу, как можно было бы это сделать. Итак, гармонизация оттенков. Мы предположим, что до сих пор нас не устраивает вот эта вот трава внизу. Как мы можем здесь ее пофиксить? То есть мы возьмем, допустим, градиентный фильтр. Покажем, что мы будем изменять все предметы, все объекты, которые находятся ниже этого градиентного фильтра. Видите, именно так я и рисую. То есть я начинаю снизу и провожу вверх, таким образом показывая зону перехода. То есть внизу это будет изменено, вверху это будет уже, получается, этот эффект будет стремиться к нулю. То есть нижняя часть 100%, верхняя часть 0%. А вот здесь вот эта зона перехода. Итак, мы здесь с помощью оттенки можем менять только благодаря двум бегункам. Температура и тинт. Температура, это получается, мы можем уводить это в более холодные, либо в теплые оттенки. А тинт мы можем уводить это либо в более фиолетовый, либо в более зеленую сторону. Давайте посмотрим до-после. Я еще раз повторю, что я не планировал это делать с этой фотографией здесь. Но моя задача просто показать, как этот инструмент работает. Также с помощью этого же инструмента можно повысить контраст или проявить какие-то определенные локальные объекты. То есть то же самое мы можем здесь вот в этой же части, изменяя положение бегунка Clarity, Контраст. Вот мы можем в принципе добиваться необходимого контраста непосредственно для той зоны, которая находится вот ниже вот этой вот линии. Мы рассмотрели с вами только один инструмент локального редактирования. Градиентный фильтр. Существует также еще два инструмента. Это радиальный фильтр и adjustment brush. Давайте также посмотрим, как они работают. Предположим, что нам хочется все-таки сделать акцент на вершине горы Белухи, которая изображена на этой фотографии. И мы, выбирая радиальный фильтр, выбирая сейчас посмотрим, где у нас будет эта штука работать. Да, там где нужно. Вот. Мы можем здесь повысить clarity, то есть четкость. Немножко снизить контраст, да. Снизить хайлайты опять. Вы помните, мы это уже делали. Ну вот. И, например, что тут можно сделать еще такого красивого, да, с ним? Наверное, ничего больше особенного я бы не хотел здесь сделать. Вот. Потому что все, любые другие изменения, они могут быть заметны в целом на фотографии. Давайте посмотрим, что у нас получилось до, после. Ну да, вот изменение у вайтов минус 14 сразу создает некое затемнение вокруг этой горы. Я бы не хотел этого. Вот. И обращаю ваше внимание, что только у этого инструмента, у него существует галочка инверт. То есть этот инструмент может применяться как к тому, что находится внутри этого круга, так и к тому, что находится за его пределами. Вот. Давайте я вам покажу за его пределами, как это будет работать. Например, вот здесь мы поднимем эту позицию. Видите? А вот. А с включенным инвертом получается у нас изменение идет внутри самого. самого круга. Ну, или овала. Выходить из редактирования любого инструмента локального нужно, нажимая кнопочку Done. Таким образом его закрывает инструмент, и изображение показывается с применением этого инструмента. Следующий инструмент, который мы хотели рассмотреть, это Adjustment Brush. А здесь это может быть использовано для гор. Дело в том, что они получились у нас достаточно такими синими. В то же время как просто убирая синий оттенок на всей фотографии, я потеряю синий в небе. Давайте попробуем поработать только с синим оттенком на горах. Как это можем сделать? Давайте включим Автомаск. Финзер поставлю на максимум, чтобы у меня была мягкая растушевка, чтобы у меня не было четкого такого, скажем так, границы маски, которые я нарисую, были мягкими и незаметными. И сейчас я как раз вот так вот и делаю. Вот вместе с этим я все равно порисовываю все элементы, которые находятся вот на втором плане. И будут сейчас работать только по ним. Если я вдруг нечаянно залезаю на те объекты, которые на самом деле я бы не хотел редактировать, я имею возможность включить Erase и убрать вот эти объекты из выбора. Также включая Автомаск, он не потерпит ничего лишнего. Ну, короче говоря, на самом деле, как я уже сказал, такие изменения лучше делать непосредственно в Photoshop, потому что все-таки использование Lightroom для локального редактирования не очень оправдано. Это медленно, неудобно и нету того эффекта, который не всегда добивает того эффекта, который тебе необходим. Итак, сейчас нам нужно здесь изменить насыщенность. То есть мы это можем сделать с помощью Saturation. И также немножко переведение баланса белого чуть-чуть в теплый оттенок. Таким образом мы можем несколько снизить вот эту вот синеву в горах. Давайте посмотрим до-после. До синей горы, после они серенькие. И у нас появляется доверие к изображению, поскольку нету вот этого перенасыщенного оттенка на втором плане. Ну и последнее все-таки давайте попробуем поработать с помощью градиентного фильтра по облакам. Не знаю, что у нас получится. Просто попытка. Все-таки давайте Clarity. Highlights снизим здесь. Экспозиция может быть. Ну вот я не уверен, насколько все-таки мне сильно нужны проявленные здесь облака. Не будут ли они мешать все-таки восприятию непосредственно. Самой говорю, поэтому экспозицию оставляю на месте. Может быть контраст чуть-чуть? Нет. Все-таки когда гора смотрит вот так вот подкрытое небо, а на дне все-таки более-менее так вот свободно, я думаю, что это лучший вариант, чем то, что было. Может быть цвет неба также мне не устраивает, поскольку он такой, скажем, несколько сероватый. Поэтому, двинув немножко баланс, точнее температуру, я получаю более синий оттенок. И опять же, как вы увидели, здесь у нас используется градиентный фильтр, который идет сверху донизу. Вот, соответственно, на самом верху у нас здесь 100% использование, внизу 0% использования этого фильтра. В отличие от этого фильтра, когда он рисовался снизу вверх, вот, этот фильтр рисовался наоборот, сверху вниз. Поэтому та точка, которая первой указывается, она является 100% использованием этого фильтра. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание, с какой точки вы начинаете, когда на создаете градиентный фильтр. Итак, мы изучили с вами все три инструмента по локальному редактированию изображения. То есть, это получается градиентный фильтр, радиальный фильтр и adjustment brush. И с помощью них попытались несколько улучшить нашу фотографию. Что еще я хочу показать вам? Дело в том, что локальное повышение контраста и чувствости мы также сделали с помощью этих инструментов, поэтому отдельно этот пункт не будем проходить. Еще раз напомню, что если в изменении синего по второму плану мы ничего не трогали по локальному, по контрасту, то для повышения четкости на гарема мы как раз использовали здесь именно clarity, contrast и highlight. То есть, именно изменения по контрасту. Цвет, наоборот, здесь не трогали. Ну и в градиентных фильтрах мы использовали и то, и другое. Здесь получается по цвету мы меняли, изменяв температуру и tint для нижней травы. И вместе с этим используя контраст и clarity для повышения четкости на переднем плане. А на небе произошла следующая ситуация. Мы совсем незначительно изменили оттенок минус 3 для температуры, плюс 5 для тинта. И также поправили контраст этой части фотографии с помощью highlights и clarity. То есть, для каждого места мы использовали наиболее подходящие для него бегунки. Я думаю, что со временем вы сами сможете выбирать те бегунки, которые наиболее удачно подходят для редактирования ваших элементов, ваших фотографий. Винетирование и зерно. Значит, давайте сейчас зайдем в раздел эффекты. И я вам покажу здесь, что может быть. Значит, винетирование, вот это просто добавление некой винетки. Всегда обращайте, пожалуйста, внимание на то, что происходит непосредственно в превьюшке в разделе навигатор. Дело в том, что вы можете достаточно сильно завинетировать изображение, но не увидите его из-за того, что у вас очень большой экран. И вообще на большом экране, на любом крупном экране, это все очень плохо видно. А как раз, когда речь идет про винетирование. А на миниатюре всегда видно вот этот переход. И старайтесь сделать свое винетирование, если вы его закладываете, таким, чтобы все-таки оно не было заметно на миниатюре. Все-таки миниатюры видят ваши пользователи в первую очередь. Только после этого они принимают решение, стоит ли им рассмотреть вашу фотографию полностью. Я сейчас говорю про пользователей соцсетей, типа Instagram, Facebook, ВКонтакте и так далее. Эта фотография не требует винетирования. Здесь и так винетка есть натуральная. То есть, я специально оставил здесь вот деревья, при фотографировании деревья справа и слева, чтобы как раз акцент был такой. И была такая натуральная винетка. Грейн очень может помочь в случае, если у вас фотография зернистая от того, что использовано высокое ISO. Здесь использовано ISO 1600. Но так как это очень классная камера, мы не видим этого зерна. И тем не менее, мы могли бы все-таки повысить грейн для того, чтобы скрасить или просто сделать стилизованную фотографию. Итак, еще раз, грейн используется либо для того, чтобы сделать такой эффект пленочности, либо для того, чтобы спрятать высокое ISO и чтобы у человека возникло ощущение пленочности, но он не увидел то, что на самом деле фотография некачественно снята на том ISO, которое не поддерживает, и скажем так, плохо переносит ваша фотокамера. Вот. Если все-таки предполагать, что пейзаж будет печататься крупным, и даже если у вас есть небольшое зерно в каких-то вот темных зонах, в принципе, стоит все-таки... Ну, есть шумы в этих темных зонах, есть смысл все-таки выставлять зерно небольшим, то есть не поднимать его сильно. Я считаю, что чем более четко мы видим изображение, тем это лучше. Сейчас приходит новая эпоха Fine Art из-за того, что у нас появляются очень классные камеры и на сотовых телефонах, и зеркальные новые камеры без зеркалки, и стремление к тому, чтобы сделать каждую фотографию четкой, красивой, оно сейчас присутствует. Это такой тренд. Поэтому зерно, какие-то неявные вещи, всякие там расфокусы, сдвиги, смазы, на самом деле это остается в прошлом. Сейчас у нас будет эпоха офигенской, классной, четкой фотографии. Вот это то, что касается винетирования зерна, то, как оно делает, как оно с ним работает, я показал. Следующий этап это тонирование. Тонирование на самом деле очень редко нужно пейзажам, но если вы вдруг захотите все-таки воспользоваться, ну, может быть, для какой-то другой фотографии, делается это следующим образом. Прежде всего, в голове нужно выбрать два цвета. Первый цвет для светлых частей фотографии, а второй цвет для темных. Например, стиль 80-х. Берем, вот прям кликаем здесь, выбираем желтый цвет для цветов, вот, и фиолетовый цвет, ой, синий цвет для теней. И вот, смотрите, таким образом, конечно, это все очень страшно выглядит, а вот снизив несколько вот эти вот бегунки, мы можем увидеть фотографию в таком как раз стиле 80-х. В стиле 90-х это у нас оранжевый цвет и фиолетовый цвет. То есть, то же самое. Я сейчас показываю, как пользоваться тонированием, то есть, первоначально вам необходимо сформировать оттенки, то есть, понять, какими они должны быть, а только после этого уже снизить saturation. Это делается специально для того, чтобы вы увидели, насколько два цвета друг к другу подходят, насколько они сочетаются. Ну и последний вариант, допустим, то, как сейчас очень популярно тонировать, это зеленый в цветах и, опять же, фиолетовый в тенях. Ну, как-то может быть так, фиолетово-синий какой-то. Вот такое тонирование сейчас очень популярно. Вот, если посмотрите все последние фильмы, они как раз такой зеленоватый оттенок, зеленоватый оттенок, он присутствует. Даже в фильмах, которые рассказывают там про 60-е годы, ну, к примеру, там вот молодой Мосс, Endeavor, да, называется. Вы можете посмотреть, там белых цветов нету, в смысле, везде, где должен быть белый цвет, используется такой зеленоватый небольшой оттенок. Хотя, от кадра к кадру это тонирование может отличаться. Вот таким образом вы можете использовать тонирование. И всегда можете посмотреть на фотографию до тонирования и после, применив к ней вот эти вот эффекты. Еще раз повторюсь, что тонирование для пейзажа не нужно. На самом деле, это возможно, ну, как бы, мы можем его использовать, но только в тех фотографиях, которые сами по себе страшные, и мы уже не знаем, как что с ними сделать, и уже вынуждены просто затонировать их, чтобы люди, людям не хоть как-то понравились. Ну, и последний раздел, мы будем закругляться, это выкладка файла в интернет. Ну, или, скажем так, подготовка к его файлу для выкладки в интернет. Это делается через раздел Export, File Export. И здесь мы выбираем определенные значения в каждом из разделов, которые здесь присутствуют. Я сейчас, видите, всех их скрутил, и мы сейчас будем с вами вместе их перебирать. То есть, прежде всего, мы выбираем место, куда мы будем это складывать. После этого мы будем выбирать, можно вот здесь вот выключить, здесь обычно включена галочка в отдельную подпапку. File Naming не трогаем, Video не трогаем, File Settings меняем. Здесь выбираем JPEG, SRGB, 80% качества. Image Sizing. Меняем размер, на тот, который нам необходим. Ну, пусть будет 1803 на 1202. Output Sharpenning. Я всегда для фотографий, выкладываемых в интернет, выбираю Screen Standard. Это вот соотношение. Метаданные не трогаем, Watermarking не трогаем. Хотя здесь сейчас был выставлен, так сказать, дополнение моего значка. Ну, давайте, кстати, его оставим, посмотрим, как со значком будет выглядеть эта фотография. И Post Processing. Show in Explorer. Вот чтобы в следующий раз все эти пункты не выбирать, я вам советую добавить этот пресет и назвать его своим именем. Таким образом, вы точно потом не забудетесь и быстро, легко вспомните этот пресет. Для чего он нужен? Еще раз повторюсь, в том случае, если вдруг вы что-то неправильно накрутили, наоборот, использовали фотографии, или точнее, это меню для другого экспорта, вы, чтобы вернуть все значения, которые вы выбирали, очень быстро, можете просто найти свой пресет. Видите, как их много у меня. И кликнув на него, вы таким образом восстанавливаете все значения, которые вам необходимы. Нажимаю кнопочку Export. А пока у меня экспортируется фотография, я хотел бы показать вам еще один небольшой финт ушами. То есть, мы сейчас попробуем экспортировать фотографию в том виде, в котором она пришла в Lightroom. Для этого я создаю виртуальную копию для этой фотографии. Правая кнопка, кликаю и выбираю Virtual Copy, Create Virtual Copy. А потом к этой фотографии выбираю пресет, который обнулит ее и применит к ней настройки по умолчанию. Вот таким-то таким образом. Теперь я попробую еще раз экспортировать эту фотографию. и мы сейчас вместе с вами сможем увидеть фотографию до обработки и после. Мы открываем проводник, кликаем на изображение полученное и можем здесь перелистывать. Это после обработки, это до. После обработки, до. На самом деле сейчас существует такая тенденция, что фотографии, как сказать, приветствуются не так сильно обработан. То есть приветствуются наоборот какие-то более натуральные оттенки. И давайте попробуем все-таки сделать наши фотографии не настолько яркой, не настолько вычурной. Хотя для многих начинающих фотографов вот те цвета, которые я разогнал, они покажутся достаточно удачными и интересными. Мне на самом деле такой стиль обработки уже не нравится. Сейчас вам покажу новый стиль обработки. Create Virtual Copy я делаю с помощью правой кнопки. Захожу в уже обработанную фотографию и здесь делаю следующее. Я чуть-чуть переподнимаю Vibron для того, чтобы оттенки фотографий сделались более точными и простыми. А в Saturation я снижаю для того, чтобы фотография вернула в себя цвета, которые не были бы настолько кричащими и не настолько яркими. таким образом у нас фотография станет чуть более простой, но в то же время она будет вызывать значительно больше доверия. И вот сохранив вот в таком виде, я нажимаю кнопочку File Export with Previous я получаю еще один вариант этой фотографии. И здесь делаю следующее. Я чуть-чуть переподнимаю Vibron для того, чтобы оттенки фотографий сделались более точными и простыми. А в Saturation я снижаю для того, чтобы фотография вернула в себя цвета, которые не были бы настолько кричащими и не настолько яркими. таким образом у нас фотография станет чуть более простой, но в то же время она будет вызывать значительно больше доверия. И вот сохранив вот в таком виде, я нажимаю кнопочку File Export with Previous я получаю еще один вариант этой фотографии. Спасибо большое за внимание. Всем всего хорошего.